13.06 в Кирове. Начинается программа «Особые мнения». В студии Анна Лапшина я всех приветствую и представляю нашего сегодняшнего гостя, особое мнение которого мы будем слушать. Генеральный директор и главный редактор телеканала «Ранкиров» Юрий Шлемензон. Юрий Львович, здравствуйте. Добрый день. И как обычно, я хотел бы сказать, что все сказанное на эфире является пленкой сегодняшнего студии. Спасибо. Так, я напоминаю нашим слушателям, что нас можно не только слышать, но и видеть. На нашем сайте эхокирова.ру идет видеотрансляция эфира. Там же через форму анонсов можно задавать вопросы нашему гостю и можно их направлять нам через смс 8909 720 101 и 0. Я за телефоном слежу, он у меня на столе. Перейдем, наверное, все-таки к нашим вопросам. Пока ждем вопросов от слушателей. Юрий Львович не только руководитель медиаресурса, но и член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Так покороче ее назову. Ну да. При общественной палате Кировской области. Совершенно верно. И вот в минувшую субботу, прекрасная была в субботу погода, надо сказать, да? Да, немножко дождик шел, но не страшно. Члены рабочей группы, то есть общественники в компании в Рио губернатора Игоря Васильева отправились инспектировать некоторые участки ремонтируемых дорог. В частности, вы побывали на участке Киров-Русской дороги, к ремонту которой множество претензий на протяжении последних двух недель, мы видим их. И вот что удивительно, что мне показалось удивительным в первую очередь. По итогам вашей проверки были совершенно разные отзывы, начиная от резкокритических, в основном в социальных сетях, от общественников, заканчивая вполне себе комплементарными. На сайте областного правительства был релиз по итогам поездки Игоря Васильева. Я даже сейчас цитату приведу. На данный момент укладывается выравнивающий слой из черного щебня. Представители общественной палаты засомневались, что толщины в 5 сантиметров достаточно, видимо, для качества работ, да? Однако исполнители доказали, что технология соблюдается. Ну, это прописано в техническом задании. 5 сантиметров? Да. Там действительно было 5 сантиметров, но мы обнаружили места в связи с отсутствием проливки, прилипания этого первичного слоя не было. Не везде, в отдельных местах мы оказали... Отклеился? Ус отклеился? Да, ус отклеился, легко ножкой он убирался. Это из-за элементарной недоработки происходило. Они прочистили форсунки в машине, которая проливает битом, и было несплошное подпрытие битом поверхности, которые должны быть в сцеплении с черным щебнем. Эти замечания услышали, и я думаю, что в дальнейшем они их будут учитывать и будут исправляться. А дырки-то заделают в местах, где отклеилось? Это был первичный слой, так что тут мы точно будем уверены, что еще 5 сантиметров, согласно техническому заданию, они это было сделано. Строгий наказ им было? Да, хуже было то, что когда мы смотрели, когда в отдельных местах шло расширение дороги, там укладывали неподготовленную поверхность, вот это было хуже. Это мы про обочину сейчас говорим? Да, это не про обочину, это расширение дороги. Так, ага. Это заказчик, такие вопросы под контролем группы общественного контроля. Появилось очень много, надо сказать, неравнодушных жителей, проживающих в этом районе. Я получал в день на свой рабочий номер от 10 до 30 с лишним звонков. Самое приятное, правда неприятно, что вчера были звонки, их я не скажу, что там десятки были, но люди поблагодарили за ту работу, которую провели члены общественного контроля. Они увидели результат, где были исправлены светофоры, подсыпки сделаны, это в районе Садаков. Хорошо, что много стало людей уделять этому внимание, я думаю, что благодаря этому, так как нас общественников на самом деле не очень много, в местах ремонта будет более-менее достойный контроль, и это позволит экономно расходовать средства, ну то есть в полном мере их расходовать, а не экономить. И это даст результат, который мы должны увидеть весной, на самом деле. После того, как снег сойдет, не вместе с асфальтом. Ну да. Ну вот мы во время контроля видели о том, что есть участки дороги постгарантийного, где, которые под постгарантийным ремонтом находятся, это в районе метра, да, мы видели. То я надеюсь, что претензионные письма будут все же отправлены администрацией, и этот участок будет за счет гарантий справлено. Юрий Львович, я знаю, что вчера во время эфира мои коллеги Светланы Зайниковы даже возмущенную смс-ку ей присылали по поводу ремонта и качества ремонта. Не по поводу качества ремонта, а о том, что нам никто не мешает. На самом деле мешают, был даже такой прецедент, когда мне представители... Это в субботу, в субботу было? Да, исполнители заказа на этой самой трассе мешали сфотографировать на телефон огрехи, которые мы увидели там. Как-то объясняли они это, нет? Ну, нам же, говорит, не очень приятно. А, вот так. То есть люди делают работу, а вы там мешаете? А мы мешаемся. Ну, это принято, чтобы общественники мешали. Скажите, пожалуйста, в планах рабочей группы, в планах в Рио губернатора какие-то совместные рейды значатся еще? Во-первых, надо сказать, что у нас в четверг будет совместное завещание, собрание группы в городской администрации, где будет принимать участие исполнительные обязанности губернатора, представители городской администрации и представители как заказчика, так и исполнителя работы. Вот к этой встрече мы подготовили определенный документ, он такой в черновом виде, у меня здесь... На телефоне? Да, на телефоне написано. Какие вопросы мы хотели бы проговорить, они касаются, конечно, уже больше 2018 года, чтобы те грехи, которые мы увидели своими глазами в этом году, были исправлены в следующем году. Что... Никакой не секрет, поэтому я могу озвучить и сделать. Давайте, давайте. Во-первых, мы посчитали нужным провести паспортизацию дорожного покрытия улиц города Кирова. Паспортов на дорожную сеть в Кирове, к сожалению, нет. То есть зафиксировать их состояние? Да, зафиксировать их состояние. Потом мы пришли к тому, что должно существовать три вида планирования. Это срочные, среднесрочные и перспективные. Вот вдруг к нам опять свалятся какие-то деньги, у нас же выборы с определенной периодичностью часто приходят. Но в 2018 году они точно будут. Но они, правда, будут до того, как дорожные работы будут идти, но это не меняет установки. Поэтому город должен быть готов к различным программам. Соответственно, должны быть подготовлены сметы. Ну, вдруг вот счастье привалит, вот есть же такая территория на нашем постсоветском пространстве Чеченской республики. Раз, Аллах, и где-где. Да, вот Кировская область тоже может что-нибудь да получит. Всякое же бывает. Так. Ну, вот это мы хотели предусмотреть обязательно. Это документальная большая работа такая, да, с бумагами? Да, это одна из очень важных работ. Вот еще хотелось бы, чтобы предусмотрели, так как дороги идут у нас через места, где находятся различные коммуникации, то согласованность ремонта коммуникаций с ремонтом дорожного покрытия. Так, ну, неоднократно видели раньше, как мы положили свежий асфальт, потом приезжает там энергетик. Ну, кто-нибудь приезжает, все это вскрывается, заделывается это где-то хорошо, где-то как обычно. Поэтому лучше совместить все эти виды работы, ну, если плановые работы, конечно, когда происходит авария, ничего нельзя. Но есть же плановые работы, которые проводят эти все смежные организации. Ну, не смежные организации, да. Вот это надо обязательно предусмотреть. Следующий вопрос, это, ну, как говорил наш исполняющий обязанности, комплексный подход к ремонту дорожной сети, которая будет включать в себя еще бордюры, вивневую канализацию, которая во многих местах у нас в городе отсутствует, что приводит к корреспонденту. Я знаю, в контрактах этого года, говорят, в некоторых местах даже не прописано. Забыли ли? Нет, ничего не забыл, на самом деле, это все досужие разговоры. Могу эту кухню вам открыть, мне ничего такого нет. Открывайте, открывайте, открывайте. Значит, Минтрансам Российской Федерации говорили, ну, я, может, там, в 10 рублях могу ошибиться, что квадратный метр ремонта дорог должен стоить 1260 рублей. В связи с этим, вот, например, улица Труда, на которой 154 люка, а в свету попало всего 5. И потом отдельным лотом будет разыгрываться подъем колец и, ну, соответственно, их обработка. Почему произошла такая ситуация? Действительно, наш ДДХ не имел права и возможности использовать средства выше 1260 рублей на квадратный метр. Вот такая ситуация. Это такой советский подход к трате денег произошел. Планирование. Планирование, да. В связи с этим также получалось, что на отдельных участках, где отсутствовали бордюры, их нельзя поставить. Или находить небюджетные средства для этих работ. А есть выход-то какой-то? Как это можно сделать? Ну, то есть, хорошо, вы пропишите в документах, что надо поставить бордюры, надо сделать люки заранее. А сумма-то, она ведь не меняется. Совершенно верно. Можно сделать тогда не 10 километров дорог, да, а 7, но качество, и 4-5 лет к ним не подходить. А на местном уровне это возможно как-то еще? Оговорить, прописать? Ну, что-то возможно, что-то нет, но все равно за цифру, которая... Но бороться надо. Ну, да, надо приходить с предложениями соответствующего плана. Потому что, если мы не будем заниматься системой водоотведения, канализации на дорогах, то мы перейдем к тому, к чему мы пришли. Но асфальта она долго не хватит в таком случае. В воде-то некуда выходить. Ну, да, конечно. Также мы заострили вопрос о том, что были неподготовлены покрытия. Это тоже в ТЗ не было. В этот раз укрепляли остановки, что очень хорошо, дорожными плитами. В прошлом году их нельзя было, потому что Минфин категорически запретил, кроме вот покрытия полотна, ничего не в шаг в сторону, расстрел. И гидроизоляция не проведена, потому что опять это нигде в ТЗ не прописано. Конечно, проведение гидроизоляции хоть какого-либо плана позволило бы этим плитам сохраняться на дороге, понятно, что намного больше. Этого нет. Ну, по всем остальным грехам, которые там есть, у нас есть определенный перечень, по материалам, по качеству укатывания дороги. Есть специалисты более грамотные в техническом вопросе, хотя я сам уже ГОСТ и СНИПу пришлось выучить. Все же я инженера учился, поэтому мне не так сложно было это читать. Но я все равно теоретик, в большей части, конечно. Ну, что такое фрезерование смежного слоя и все остальное уже теперь тоже освоил. Это кто-то другой в этой части, есть более компетентные люди. Я думаю, что вы их пригласите, они вам это озвучат. Но я уж анонсирую тогда, раз Юрий Львович сказал, что завтра мы планируем все-таки тему по дороге Киров-Русская взять более широко. В рамках нашей программы Урбан придут к нам ваши коллеги по рабочей группе, будет у нас на телефоне и представитель дирекции дорожного хозяйства, то есть заказчика, насколько я понимаю, будет исполняющий обязанности министра транспорта. Возможно, будут подрядчики, то есть исполнители работ. Люди с высокой компетенцией. Ну, Юрий Львович, я все-таки думаю, просто мы эту тему подробно разберем. Анонсирую даже. Я буду с вами нас озвучивать. Отлично. Спасибо. Слушайте нас и добавляйте свои ценные замечания. Мы сейчас делаем небольшой перерыв, буквально минуты и вернемся в студию. Напоминаю, что мы слушаем особое мнение генерального директора, главного редактора телеканала РЕН Юрия Шлемензона и Юрия Львовича в нашей студии. Продолжаем, ну и, наверное, переходим к следующей теме, потому что тему дорог мы логически завершили до перерыва анонсом нашей завтрашней программы. СР не будут выдвигать кандидатов в губернаторы. Вот такую новость нам вчера в рамках дневного разворота озвучил руководитель рекотделения партии «Справедливая Россия» Сергей Доронин. Сергей Александрович говорит о том, что выборы в Кировской области в некотором смысле превратились в профанацию, результат заранее известен, и поэтому «Справедливая Россия» на местном уровне приняла решение никого не выдвигать. Мне очень сложно комментировать, раз лидер партии принял такое решение, я думаю, что нет смысла даже обсуждать. Юрий Львович, а почему вы думаете, Сергей Александрович полагает, что все заранее решено? Я не знаю. Вы согласны с этим? Наверное, у него есть такие аналитики, которые это все дело исследовали, а так-то я думаю, что у них просто нет средств на предвыборную кампанию. Понятно. Это моё мнение. У остальных есть, но ваше особое мнение, конечно, вы имеете право. Юрий Львович, Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания нескольких предыдущих созывов в нашем эфире не так давно говорил вот о чём. Он говорил о том, что единственная возможность, видимо, всё-таки для оппозиционных партий красиво, скажем так, выступить в кампании губернаторской, это объединиться. Об этом говорили, об этом говорили с весны, что должен быть единый кандидат от оппозиции, за кого все, настроенные голосовать за оппозицию, отдадут свои голоса. В итоге, как мы видим, оппозиционные партии наши на местном уровне не договорились. Я очень сомневаюсь, что они никогда не доливаются. Дмитрий Русских предполагает, что им не дали такой возможности. Нет, потому что даже если бы их заставляли, то они бы это не сделали всё равно. А почему каждый тянет одеяло до себя? Ну, у каждого они все такие достойные очень люди, большими амбициями, и пониманием того, как надо руководить область. У каждого не очень сложно договориться. Я думаю, что скорее бы получилось, если бы был представитель, вне партийный представитель, то ему было бы легче вести всю остальную работу по выбору. Но за него ведь должны голосовать и сторонники партии в том числе, чтобы он набрал хотя бы более-менее безумный процент. Чтобы его допустили, если человек выбрал. Муниципальные фильтры направлены. Понятно. Ну, то есть у нас скучными будут выборы губернатора? Ну, я не знаю, насколько они будут скучными, конечно. Я ещё не помню, что выборы у нас были скучными. Это у меня уже в выборе пятого губернатора. Так. Поэтому я не видел. И каждый раз что-то интересное. Всегда возникало что-то интересное. Но мы можем хотя бы заранее примерно предсказать, какой-то расклад? Нет? Я пока не вижу Игоря Владимировича серьёзных конкурентов, на самом деле. Достаточно опытный человек, поэтому понимает, что делать. Думаете, предсказуемо всё? Думаете, сказать всё можно только вот товарищ, который... Юрий Львович вверх посмотрел. Ну, в общем, нет конкурентов. Ну, это ещё не факт, у нас ещё выдвижение идет. Да, ещё не закончилось. Ещё есть шансы. Нет, конечно. Хорошо, хорошо. Отлично. Перейдём к ещё одной теме. Тема, связанная с экологией. Вопрос вам не чужой, не чужой. Не чужой, да. Далеко не чужой. Два важных вопроса обсуждалось. Очень часто на канале уделяем внимание этим вопросам. Но нашему... Ну, ситуацию в каком-то объёме минимума мы знаем, конечно. Теме размещения нового полигона, отходов в деревне Осенцы наверняка поднимали. Да, мы поднимали. Тут вопрос, во-первых, я хочу сказать, что полигон, конечно, нужен. Тот полигон, который у нас находится в Косте, он уже по всем нормативам перегружен, он доставляет неудобства. К сожалению, жильё к нему очень подвигается, что есть нехорошо. И я не думаю, что мы должны дойти до той ситуации, которая недавно была озвучена нашим президентом в Подмосковье, когда в течение суток пришлось закрывать свалку, да? В Балашихе. В Балашихе, да. И вопрос этот надо решать. Понимаю, что вопрос непростой. Ну, вот даже если говорить по Осенцам, то специалисты находили решение размещения там полигона. Ну, во-первых, совершенно по другим технологиям. Это не так, как сделано в Костино. Это такое уже промышленное производство, будем говорить. Я думаю, что люди, которые живут рядом с полигоном, если бы получили ряд компенсаций в виде жилья или средств на приобретение жилья, то этот вопрос подвинулся быстрее. Потому что, насколько я понимаю, что экологическая экспертиза позволяет строить. Насколько она достоверна, я не берусь судить, потому что я не изучал так глубоко этот вопрос. Ну, я думаю, что это государственные органы все же выдавали, государственные органы мы же всегда доверяем своим. Особенно, когда есть много интересантов, то, соответственно, может там все и хорошо. Послушайте, ну а где же мы возьмем средства в локальпенсацию? Хоть жилья, хоть... Средства надо находить в бюджете. Так нет в бюджете денег. А кто вам скажет? Кировская область вся в долгах. Ну, этот вопрос такой, на счет денег, мы можем долго полинонизировать с вами. Говорит, что у нас на уборку дорог нет, нет на ремонт. А я говорю, что нет контроля. За расходованием? Да. За исполнением работы. То есть деньги платятся, а работы не выполняются. В должном объеме, согласно тех же технических заданий или контрактов прописывать. Если у нас должны там снег убирать, из какой периодичности структура, вы знаете? Там, по-моему, от толщины зависит, насколько я помню. На самом деле существует... От толщины выпавшего снега. На самом деле существует ГОСТ, разработанный нашим великим министерством, разработанным в 2009 году. В этом ГОСТ очень подробный. Там все до миллиметра расписано. Даже как должны двигаться машины в зимний период по дороге, выбирать в каком порядке, с каким расстоянием от бордюра или ближе к бордюру, как должны щеточки крутиться в каком месте, как летом полив должен происходить, дорожная полотна, как должны тротуары... Это все на самом деле расписано. И если бы это выполнялось, поверьте, контролировалось, то результат был бы совсем другой. Вот из тех городов, где реально контролируется, вот как в Макдональдсе, в туалетах, извиняюсь, должен в 6.45 прийти рабочий убрать, да? А в 6.46 должен зайти менеджер, который должен проверить. И расписаться. И расписаться. Так вот, если бы за нашими контролерами, которые есть в каждом территориальном управлении, они реально есть. И они не ставили 5 баллов чохом по всему, да? То есть, наверное, где-то 5, а где-то 2 балла, а когда 2, это всего лишь 15% от стоимости работы, которые бы платили, то, поверьте мне, через определенный короткий период времени этот бы участок убирался в должном объеме. Поэтому говорить о том, что денег нет, у них всегда нет, даже в больших, богатых городах, их на самом деле всегда говорят, что денег нет. Денег всегда нет. Денег всегда нет. И если будет отсутствовать контроль за выполнением работы, он практически нет. Ну, он есть, но ни в той мере, в которой бы хозяин, стоящий, это делал. То с появлением людей, которые могут нести, заниматься контрольными функциями, понимая сам уровень работы, а не приходящие, которые могут управлять всеми, вся, да? У нас есть такие процедуры, что мы не будем озвучивать сегодня, мы прибережем до следующей программы. Хорошо. Да? То картина бы даже в нашем небогатом городе, я думаю, что в него была бы в лучшую сторону. Хотя видно, что у нас нет, конечно, изменений в нашем городе есть. Мы с вами играем в хорошие набережные, ее убирают ежедневно. Вот я каждое утро там бываю практически, когда садки. Не мешает, мы видим, что к 7 часам, в отличие от других мест города, уборка там закончена. Там стоят мешки с мусором, урны вычищены, и людей на набережной утром достаточно много. Там, если раньше в тренировочном, там два места есть, более усиленных тренировок, да, и для таких людей, как я постарше. Если раньше там было все пустое, то сейчас в очередь стоят люди утром, чтобы позаниматься на снарядах, потому что там чисто, опрятно. Красиво. Красиво, да. Птицы поют. Хорошо, Юрий Львович, все-таки ближе к свалке. Со свалкой, значит, надо заниматься, и заниматься очень серьезно. Вопрос серьезнейший. Скажите, пожалуйста, вот вы видите, что с людьми, местными жителями кто-то реально работает? Кто-то пытается им что-то объяснять, выезжает, я знаю, но кто-то там приезжал. А люди по-прежнему недовольны. Потому что с ними надо и учиться, и иметь разговоры. И кто же должен это делать в первую очередь? Это должна делать администрация. Местная власть? Местная власть. Если им очень тяжело, должны привлекать компетентных общественников. Такие люди есть. И в общественной палате, и в других органах, которые знают. Журналистов привлекают, еще кого-то. Кто этим же желает сам заниматься, конечно. То я думаю, что можно разъяснить. На самом деле информационная работа в этих вопросах очень важный фактор. Не менее важный фактор, как сама экологическая экспертизованность. Ну, кому приятно свалка? Никому не приятно. Но если правильно объяснить, и она реально не мешает в том громадном объеме, который представляется людям, то вопрос решаемый. Ну, а если нет, то это компенсировать. Это нормальное взаимоотношение. Хочет, чтобы было кому-то хорошо, а вот это надо тоже сделать хорошо. Ну, понятно, сделать приятно. Не обязательно деньгами, возможно, да? Какими-то другими. Ну, натуральным, там, жильем. Какими-то другими вещами, да? Может быть, объяснить, что вот мы вам здесь свалку, а взамен бассейн 50-метровый рядом с домом. Ну, что-то такое. Хорошо, еще один вопрос, тоже экологический, связан, опять же, с захоронением отходов, в некотором смысле. Это еще более худший вопрос. А Мородыкова? По Мородыкову. Вот мне вообще непонятно, почему должны из Умуртии перевозить сюда якобы третий групп, категория, да, они называются вещества. Во-первых, проект... Третьего класса опасности, по-моему, так. Третьего класса опасности, совершенно верно, правильно говорите. Ведь проект Мородыкова был рассчитан под определенные технологические операции, соответствующие объемом захоронения. Угу, верно. Так как задачи все выполнены, нужного объема, практически там не должно быть места для захоронения чего-либо. Если говорится, что переработка веществ из комбарки в Умуртии третьего класса опасности, то это бы, ну, будем говорить, бытовые отходы, которые храните у себя дома. И не делайте из Кировской области свалку всего и вся. Потому что контролировать привезли два третьего класса. Потому что у нас в Костино и так места нет. Да, у нас в Костино и так места нет. Я поэтому не вижу в чем... Во-первых, я не понимаю экономическую результат для самой области. Вот, Юрий Львович, это самое главное. Если там после этого появится у нас для малоимущих порядка 300-200 домов... Так а почему не озвучивается-то эта информация? А ее нет, потому что в самом весел счастье. Если о чем-то договорились, если Удмуртия что-то нам дает за то, что мы понимаем их отходы. Минобороны? Это решается где-то на федеральном уровне, я думаю. Не Минобороны даже. Есть программа уничтожения химического оружия, это федеральная программа. А что случилось в Камбарке, почему у них не хватило места или бочек, которые уплыли в неизвестном направлении, заполненные определенными слитками, то мы этого не знаем. Юрий Львович, вот смотрите, по результатам заседания в общественной палате, посвященном в том числе этому вопросу, говорилось о том, что есть прямо у общественников желание чуть ли не в прокуратуру обращаться с просьбами проверки. Такой вопрос, там компетентные специалисты же это обсуждали в общественной палате и подготовили рекомендации по этому вопросу. Ну, так как никто же не понимает, что это уже решенный вопрос. А он точно уже решенный? Нет, я говорю, что нет такой, говорят, что это решенный вопрос. И таких документов я, насколько я знаю, не предоставлял. А на местном-то уровне мы на федеральном можем повлиять каким-то образом? Мы можем, не знаю. Но это на уровне общественников прокуратура будет или это людям надо на улице выходить? Нет, прокуратура, нет, думаю, никуда бегать пока не надо, я думаю. Мы не призываем ни в коем случае. Если прокуратура не решит эти вопросы, ну, может, почему-то, да, и нитинг не организовать по этому поводу. Еще в этом страшного нет. Люди должны выражать свое мнение в рамках закона. В этом ничего предусмотрительного нет. Абсолютно согласен. Так. Просто мы забываем, что у нас есть возможность в рамках закона провести митинг, заранее подав заявку, ну, и, соответственно, определим место и время в управлении. Ну, а если не доводить-то все-таки до митинга? Может, мы как-то, вот, ну, я не знаю, общественники призовут, региональные власти, выйти и объяснить. Для этого у нас есть областное руководство. Которое не объясняет. Ну, они еще не разобрались до конца, но когда разберутся, ну... Ну, уж несколько месяцев вопрос обсуждается. Сколько же можно разбираться? Ну, нам пока ничего и не везут. Ну, обещают. Значит, будем препятствовать ввозу этих веществ. Хорошего-то еще в этом нет. Встанем на трансибе и не пустим. Понятно. Нет, вопрос очень действительно важный, поэтому замалчивать его ни в коей мере нельзя. И я думаю, что СМИ достаточно много уделяет этому вопросу внимания разного уровня, там, электронные, печатные СМИ. И так как у нас есть люди, которые за этим вопросом следят, работающие в общественной палате, в институтах нашей области, в правительстве в том числе, они же тоже здесь живут, они же не собираются в течение двух месяцев кто-то куда-то деваться. А мы все прекрасно знаем, что уже институты заболевания в области растут. Насколько я знаю. Может, я ошибаюсь. Может, это растет. Может быть. Может быть. Сделаем небольшую паузу, две минуты рекламы, вернемся, напоминаю, что слушаем особое мнение Юрия Шлеминзона, главного редактора, генерального директора телеканала «Рэнкиров». И мы продолжаем выслушивать особое мнение Юрия Шлеминзона, главного редактора, генерального директора телеканала «Рэнкиров», члена рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, напоминаю. Об этом мы тоже поговорили. Но у Юрия Львовича, насколько я помню, в общественной палате была и другая, скажем так, сфера, которая его очень интересовала. Это борьба за здоровый образ жизни на всех фронтах. Мы регулярно вас подключали в наши эфиры по потребности дать комментарий. Своевышний, мы практически поборолись. По запрету продажи алкоголя, табака и прочих вещей. Ну и вот, собственно, новость вчерашнего дня. Новость касается вредных привычек в некотором смысле. Директора православной гимназии, она здесь у нас недалеко, рядом с театральной площадью, потребовала закрыть кальянную по соседству с образовательным учреждением. Елена Мошкина обратилась в Роспотребнадзор, сообщает наши коллеги с портала Первоисточник. Считает, что кальянные должны быть на таком же удалении от школ, как и точки по продаже сигарет и спиртного. Ну, в своем праве, да, руководитель образовательного учреждения. Я не послушался, он такой нехороший в этот раз, сказал, что это должно быть. Вообще, там рядом находится еще заточка ножницей и ножей. Так. И вот я бы очень озаботился госпожа Мошонкина. Мошкина, Мошкина, Леонид Николаевна Мошкина, да. Я бы озаботился наличием такого опасного соседства и вынес предложение закрыть его. Можно нанести травму учащимся. Физическую норму. Ага. То есть вы против закрытия кальянной? Нет, все равно началось... И отнесение ее на безопасное расстояние от школи. Понятно, чем побешало это защитение. Ну, вот смотрите, первоисточник приводит слова, да, ученики гимназии... Вы доверяете ему, да? Первоисточнику? Ну, я думаю, что они комментарии брали все-таки непосредственно у Елены Николаевны. Первоисточник пишет, что ученики гимназии православные туда не ходят, но другие подростки часто по ночам туда ходят. Так кто, я скажу, Мошкина это изучала, что вот они там поначалу... Ну, я думаю, что, наверное, и в каких-то... Я на телесериалах их не насмотрел. Да нет, ну что. Ну, у нас вообще работы с подростками-то ведь выстроены, я так понимаю. Должны же следить за тем, чтобы они ночами не шлялись. После 10 часов никто не ходит, наказывают за это дело. Реально ходят участковые, дружинники, и другие проверяют такие места. Вы их видели? Я сам ходят, знаю. Так. И как? Я же член общества советов при УВД. Много ли там подростков в кальянах-то? Я не видел, честно скажу. Может, у них какую-то особую кальяну... Вот в этой кальяну не был. Я почему-то не видел подростков после там вечера, особенно ночью сидящих в кальянах. Да, студенты, конечно, есть. Но они совершеннолетние уже. Совершеннолетние, да. И как соседство с этим учреждением мешает, не очень понятно. Ну, потому что ученики православной гимназии ночью, когда студенты сидят в кальянах, должны быть дома. И, скорее всего, они дома. Наверное, да. Надо проверить, на самом деле. Может, это не так. Помочь госпоже Мушкиной в проверке соблюдения режима. Юрий Львович, но это ведь вообще, на самом деле, достаточно серьезная тема, и это уже не первый случай, когда соседство двух разнонаправленных, скажем так, учреждений друг другу мешает. То есть мы все помним, как, по-моему, в Уржуме... В Уржуме... ...спасского собора, да, вот тут были претензии к барабрике, в Уржуме была такая же история, да. Ну, бывает. Мы это переживем. А примирить-то как-то можно людей или нет? Ну, все, примирить, конечно. Ну, чаще обращаться. Не в мирских властей задачи. Конечно, зачем? Ну, так все рассудит, растает свои места, пройдет время, и все будет нормально. У кальяны упадет прибыль, и она закроется сама собой. Ну, наверное, да, если вот там решат. Если там решат. Там решат, да. Я надеюсь, что мы сейчас ничьи чувства не оскорбляем. Мы совершенно не йоррничаем, мы абсолютно серьезно. Я серьезно про это говорю, да. Хорошо, Юрий Львович, еще одна тема, она федеральная, но косвенно связанная, значит, с борьбой за здоровый образ жизни, в ЦИОМ, Всероссийский фонд изучения общественного мнения, по-моему, так он называется, Центр изучения, да, провел опрос, по результатам которого сообщил нам, что большинство россиян одобряют введение уголовной ответственности за прием наркотиков. Вчера были опубликованы данные. Что интересно, 78% одобряют введение уголовного наказания за прием наркотиков. Я думаю, что все же принудительное лечение наркозависимое, надо проводить. И только тогда есть в этом результат. А все добровольные лечения, все добровольные лечения мы знаем. Ну, я, по крайней мере, знаю, заканчивается с тех фактов, что я видел в свое время. И этими вопросами занимались на ее общественном полотенце, они заканчиваются не очень удачно. А вот в отношении уголовной ответственности за распространение двумя руками не жесткое должно быть наказание. Но если человек больной… Так она ведь есть сейчас, насколько я понимаю. За распространение. Даже можно ее. И за перевозку. Углублять, и расширять, и так далее. Ужесточать запуск? Ужесточать, конечно. Угу. Не так, как в Филиппинах, конечно, голову отрубать и руки, но наказывать, и наказывать у нас серьезно. Если вы посмотрите, то практически раз в месяц в Кирове осуждает людей за распространение наркотиков. Это очень правильно, что ведется такая вселенаправленная работа. А больных людей уголовно наказывать, в моем понимании, нельзя. Вот принудительно лечить – я за уголовное наказание. А каким образом можно наркомана лечить принудительно? Ну вот смотрите, в Екатеринбурге мы знаем, был фонд «Город без наркотиков», который когда-то возглавлял нынешний мэр Евгений Ройзман. И к нему было множество препенсий. Множество препенсий. Положительные результаты были. Были. А вспомните совсем недалекий период развитого социализма. У нас здесь принудительная вещь была. ЛТП? Не-не. А это другое? ЛТП – это которые неправильно умели пить алкоголь. Так. Наркозависимость лечили в специализированных наркодиспансерах. У нас объекты там высокой архитектуры совсем недалеко от вас находились. На улице Московской? В сквер превращают. Или не в сквер. Или не в сквер. Но все равно принято. Юрий Львович, так ведь законодательство надо переписывать. Насколько я понимаю из наших разговоров со специалистами Минздрава невозможно оказывать человеку медицинскую помощь против его воли. Да, у нас сейчас закон запрещает оказывать медицинскую помощь, в том числе и лечение от наркозависимости без согласия. Вы согласили моё мнение? Да. Я неправильный. Говорю, что да, надо принудительно лечить. И менять закон? Да, конечно, менять закон. По законодательству надо делать, иначе его можно получить самым, как положено. У нас прецедент есть. Иначе уголовное наказание будет не наркозависимым, а другим людям. Мы видели эти прецеденты, да. Они были. Понятно, хорошо. Но лечить их надо, это болезнь. Это болезнь. Но уголовное наказание не нужно. Не согласны с большинством россиян. Хорошо. Да я такой, я в смысле не согласен. Но это особое мнение. Вы в своем праве. Еще одна тема, можно о ней поговорить безусловно. Телеграм. Юрий Львович, вы пользуетесь? Да, я пользуюсь. Удобно? Читаю ленты ведущих, как я считаю. Я должна осознаться, я темный человек, я не пользуюсь. Там очень много есть областей. Даже такой сайт, который разделяет по различным направлениям. Я смотрю два раздела, касающиеся кулинарии и политики. Ну и несколько местных телеграм-ботов. У нас тоже есть телеграм-боты. Есть. 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 Одни. Одни. Более популярные, другие. Ныне популярные. СМИ ими активно пользуются. Мы их рекламировать не будем. Хорошо. Потому что правила вашей радиостанции это запрещено. Почему это? Реклама в эфире. Конечно запрещено. Бесплатная реклама в эфире на везде запрещена. Угу. Мы же джансы с вами не будем. Не будем. Хорошо. Да. Поэтому вот я вам могу показать, что у меня есть вот такой список. Телеграм-каналов, которыми вы пользуетесь. За последнее время я заметил, что у людей, которые есть у меня в списке контактов, за последние три дня рост участников телеграма раз в 8-10 увеличился. Ну вообще и федеральные эксперты тоже сообщают о том, как только появилась информация о запрещении телеграмма, так сразу же… Я хочу вам сказать, что я думаю, что уже настройки сменил. Так. И вот потому что… То есть вы без телеграммы не останетесь, если что? Ну, нет. На самом деле есть другие формы для этого неопределяющие. Я думаю, что те, которые пишут сегодня в телеграмме, завтра появится бум-бум там-там или еще какой-то. Это невозможно остановить. Надо закрыть интернет. Можно закрыть интернет? Нельзя. Не, ну вообще теоретически можно, конечно. Файл, который поставили китайцы, он всем файл, он файл, да? Ну мы же уже все знаем, что у нас VPN стоят, да? Угу. Невозможно… Да мы сейчас про входные пути говорим. Не всем нашим слушателям просто понятно, что такое VPN. Ну да. Про некие пути достижения информации. Ну бывает же, что ошибочно там закрывает сайт, да? А потом открывает. А потом открывает. Вот нужно. А потом открывает. Да, а пока его открывает, пользуясь VPN и спокойно заходишь на этот сайт и читаешь людям, у тебя информация. Мы можем о перспективе телеграмма поговорить? На самом деле есть такой сайт, я вот случайно его обнаружил. А будем рекламировать? А я название не воспроизведу, точно Иванович Лусков состоит, в котором скранятся скриншоты вообще всех материалов, опубликованных в интернете за последних 12 лет. Угу. И если там порыться, то нужно все найти. Что было до того, как ты начал это смотреть. Юрий Львович, ну хотя бы людям-то направление, дайте куда идти-то? Из двух слов состоите название? Ну не знаю, телеграмм это телеграмм, я пользуюсь вот и вайбером, и ватсапом пользуюсь, которые не запрещены. Много у вас возможностей, понятно. Да. Вот я, к сожалению, больше пользуюсь Гуглом, чем Яндексом. Закрой Гугл, мне будет это. Не очень удобно. Перейдете на Яндекс. Будете поддерживать отечественных разработчиков. Да, да. Ну вот телеграмм это же отечественные разработчики. Конечно. Но какой-то такой, к которому много претензий. Ну... Неправильно, не ведется я, товарищи. Наверное. Ага. Павел Дуров. Ну да. Не договаривается. Юрий Львович, все-таки давайте вот буквально ваш прогноз закроют, не закроют, запретят, не запретят. Не запретят. Не запретят. Ну так числа к первому отчитаются. Я чувствую сейчас прямо вот увеличивается количество пользователей телеграмм. Я знаю, что я людям говорил, что вот я пользуюсь телеграммом. Там есть интересные обзоры, есть некоторые наши политические институты, социологические институты ведут сейчас в телеграмме информацию. И очень интересно. В пользовательском отношении для меня это интересно. Ну все так, ну ведут и ведут, и не обращают на это внимания. А тут такой плеский всплеск, какие-то слова смотришь, откуда это, где-то берут, и что с этим едят. На самом деле, вот я обмениваюсь впечатлениями с моими коллегами, друзьями, которые на фейсбуке дружат, что сейчас телеграмм занимает больше времени, чем фейсбук. Это, наверное, ненормально, а книжки читать. Понятно. Отказываемся от мессенджеров и переходим по старинку. Читаем книжки, не в электронном виде. Умные книги в бумажном виде. Листаем страницы. Я даже одну газету не буду называть и читать только в уважном виде. Понятно. Юрий Шлеминзон, главный редактор, генеральный директор телеканала Ранкиров, высказывал у нас свое особое мнение. К сожалению, завершается время программы. До свидания. Спасибо. Всем приятного дня.